Добрый день, дорогие подписчики, люди, которые смотрят мой канал, которым интересно то, что я делаю, как я это делаю. Сейчас достаточно плотный график, но я работаю, потихоньку стараюсь успеть со всеми заказами, которые мне заказывают. И люди обращаются с разных стран, совершенно с разных сторон земли, из Китая, из Японии. Вот достаточно интересный случай. Ко мне обратился один пакистанец IT-индустрии, который занимается IT. Он влюбился в девушку, ему уже больше 45 лет, подползинник, девушке 35 лет. Он, естественно, женат. Его жена в другой стране, но он уже бросил эту жену, еще до того, как он встретил эту девушку, они с женой разошлись, у них дети. Каждый живет своей личной жизнью. И вот он приехал в Казахстан работать, делать один IT-проект. Вот. И случайно каким-то образом на какой-то вечеринке влюбился в казахскую-черорусскую девушку. Настолько сильные чувства, ну, пакистанцы, индийцы, они достаточно эмоциональные. И когда он понял, что он влюбился, он сразу начал говорить девушке, что он ее любит, готов бросить свою жену, что он ее очень сильно любит, что он и так уже не живет с женой, готов с ней развестись, готов ей все. начал плакать. Говорит, что жить без нее не может. Девушка это одна. Вот. Разошлась недавно с мужем. Вот. Ну, и начал вести себя как ребенок. По факту повесился на девушке, звонит ей по 50-60 раз на дню. Говорит, что жить без нее не может, что если она не примет его ухаживание, то он жизнью самоубийством покончит. И так вся история продолжалась месяца полтора-два. То есть, как только он понял, что он влюбился, он начал так ухаживать, скажем так, за своей половинкой. Смешно. Естественно, девушка вначале вроде как начала принимать его ухаживание, но он напивался, позвонил ей по ночам, плакал, рыдал. Ну, естественно, ни одной девушке более-менее нормальной, адекватной не понравится такое поведение, потому что мужчина вел себя не как мужчина, а как женщина. Вот. Говорил, что сбросится с девятого этажа, если она не начнет с ним взаимодействовать. Ну, и так продолжалось, грубо говоря, еще месяц. После этого она заблокировала во всех соцсетях. Перестала почти общаться, но так как они работают вместе, ей приходится с ним иногда взаимодействовать, выходить на контакт. Вот. В один прекрасный день, нажавшись до усрачки, наш друг где-то взял мой номер и начал мне названивать, умолять, чтобы я ему бесплатно помог. Ну, так как он пакистанец, естественно, люди деньги умеют читать. Эти и пакистанцы, индусы и пытаются сделать все на халяву или в долг или еще как-то. Ну, на что ему сказал, как бы, иди куда подальше, там есть куча людей, кому-то может 200 долларов заплатить или слезами ума. И так он меня умучивал два или три дня. На третий день он согласился мне заплатить, хотя я прекрасно понимаю, то есть, что ситуация очень сложная. Он уже на тот момент вызвал у девушки не то, что желание быть с ним или уехать в другую страну вместе с ним, как он предлагал ей. Хотя вначале она нормально на это реагировала. Желание убежать. Ну, если кто из мужчин не знает, да, все эти моменты с жалостью, слезами, это не мужские поступки, это женские поступки. Когда мужчина так себя поступает, он априори делает все, чтобы женщина его возненавидела или начала воспринимать не более, как из жалости. Что в данном случае произошло? Я взялся за эту работу, вот, в данном случае достаточно тяжелую, потому что этот мужчина уже натворил кучу всякой лапши. И что только не сделал, чего не надо делать ни мужчинам, я не знаю, даже, не знаю, маленький мальчик таких вещей бы не сделал, которые он бегал, умолял, чтобы она с ним начала встречаться, что только не делал. И, ну, итог понятен был, что в итоге женщина просто-напросто развернулась и заблокировала. Так что, вот так вот. Я взялся за эту работу, сейчас буду заканчивать ее. Я уже делаю эту работу недели две. Сегодня вот последний этап для заканчивания этой работы. Ну и что я могу сказать мужчины? Когда вы бегаете за женщиной, теряете, теряете в себе мужчину, плачете, умоляете о чем-то женщину, вы перестаете для женщины быть мужчиной, прежде всего. И женщина начинает воспринимать вас не как мужчину, а как, ну, в лучшем случае, как своего сына или человека, которому просто жалко. Ни разу в жизни не видел, что это помогало. В каком-то длительном этапе это может помочь на день, на два, сохранить на какой-то момент отношения. Но в дальнем сроке это всегда заканчивается для мужчины тем, что женщина перестает воспринимать мужчину, как мужчину. И, ну, всегда после таких странных поступков мужчина теряет женщину. Дорогие мужчины, будьте прежде всего мужиками. Плакать, умолять женщину, быть с ней. Это не достойно настоящего мужчины. Такие поступки, как слезы, умоление, жалость, ничего в женщине не вызывает, кроме как сбежать от мужчины. В общем, у большинства. Есть какое-то количество женщин, которые, ну, это маленький процент, который любит быть для своих мужчин мамами. Но такой процент очень маленький, этих женщин. И эти браки обычно кончаются очень плохо, или эти отношения, когда женщина становится не женщиной, а прежде всего мамой. Поэтому, мужчины, не делайте так. Это всегда приводит к обратному результату. Ну что, приступим? Начнем работать? Ну, это очень вкусно. никогда не умоляйте свою женщину быть высшими никогда не плачьте перед своей женщиной будьте прежде всего мужчиной не будьте женщины вашего женщина будет вас уважать и любить и ценить а мы сейчас немножечко остановимся хотя они не остановимся пытаемся закончить работа я смотрю не хватает кольчего ну это работа сегодня уже закончить что поехали а 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 Продолжение следует... 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА